Добрый день! Сегодня у меня ТО номер 3. Рассказываю. Тормозные колодки взял, свечи поменяю, топливный фильтр поменяю и воздушный фильтр поменяю. Смотрите, 26 тысяч пробега, колодки у меня кончились и уже начало тереть. Внешне по автомобилю претензий нет. Все пыльники, все у меня нормально. Раздатку, когда ставили самоблок, тоже по этим всем нет. Здесь вот сальник опять стал сочиться, но пока, наверное, трогать не буду. Ну а так по машине, в принципе, проблем у нас нет. Автомобилю 26 тысяч пробега. Сольем масло. Я сюда заливал в раздатку не ликвимоле изначально, а на 200 километров примерно заливал другое масло. Ну а чтобы стружку убрать и посмотреть, будет сейчас стружка или нет. Сейчас зальем сюда масло ликвимоле. С раздатки масло слили. Вроде чисто, стружки нету, то есть самоблок, шестеренки, все нормально. Зальем сюда нормальное масло теперь. Как продумано, у ликвимоле. Сразу трубочка идет заливная, не надо никуда переливать, мешать, все. По франшую. Раздатку зальем. Здесь примерно 800, да? Что-то такое. Ну а с другой стороны полностью масло слить оттуда и не сольешь. Как масло потечет, значит уровень у нас получился. Вот так вот. Сразу пока на подъемнике отбалансировать раздатку. Открутим, открутим. И хочу вот здесь немножко ослабить. Залезу, буду на скорости, на оборотах равномерных. На пятый примерно 9,5-3 тысячи оборотов. Вот. И он должен встать нормально. Оттуда затянем. Может быть будет лучше, посмотрим. Ехал по пути, купил такой фильтр себе. Говорю, на него мне написано LADA, все дела. Стали ставить, а он не подходит. Они подходят. То, что он длинный, он упирается в ГУР. То есть упирается. Пришлось купить здесь в магазине вот такой фильтр. Он короче, видите, да? Так вы знаете, длинные фильтры не подходят на него. Посмотрите, вот в Ладовске он короткий. А длинный упирается сюда. То есть нужно вот такие короткие ставить. Как меняется топливный фильтр. Дим, какие ключи здесь? 17-19. 17-19. Там давление. То есть ослабим, да? Да. Оно сейчас брызнет, наверное, немножко. Давление будет. Нет, оно уже упало. Вот здесь просто на конус, да? Вот она получается. Это резинка, кстати, уплотничает. Да, дольше. Зря не тебе. Ага. Я тоже. Ну да, подготавливай. Потом хомут ослабляется, вот таз ставится новый, затягивается. И в принципе все, да? Да. Ну все понятно. Это куда? Да, сейчас мы поменяем уплотнительный. Понятно, это самоуплотнительный, да? Такое, а тут направление у него есть? Здесь. А, вот все вижу. То есть по направлению все ставится, да? Ну все, понятно. Резиночки уплотнительные, которые новые, вот они, если видно. Это новые уплотнительные резинки ставят. Что здесь, что там. Ручник подтягивается на 31, но и на короткое, наверное, да? Да, одинаково. Только здесь вот. На три щелчка лучше делать оптимально, да? Да? Заметно колодок, шпильку вытащили, отсоединили. Поднимается кверху, вешается. Все, доступ к колодкам. Ну и что у нас там с колодками? Ну, что могу сказать? Посмотри. Нет, ничего, ничего. Вот он металл, где начал тереть. Не, а почему разница такая? Ну, внутренние колодки стирается всегда больше. Всегда больше. Потому что нагрузки идет в цилиндр, смотрят, они сюда стоят. Ага. Поэтому усилие на внутреннюю больше. Я понял. То есть это на любом автомобиле... Ну, 26 тысяч, уже как бы бороздка такая чувствуется. Уже чувствуется. Стало интересное, кстати, скорее. Сейчас на той стороне интересно посмотрим. Да, вот, конечно, ерунду наделало мне. Ну, это не страшно. Сейчас заедутся. Понятно. Пружинки стоят. Пружинки идем для того, чтобы отталкивало, чтобы не гремели, да? Да, да. Ну, давай с другой стороны посмотрим. Давайте посмотрим, что здесь. Подняли. Ну, вот здесь на диске износа нет. Что здесь? Смотри, здесь получше. Ну, да, здесь не потолще. Ну, тоже внутренняя стерлась, да? Да, да, да. Ну, это не теряется больше. Понятно. 26 тысяч. Знаете, что примерно 26 тысяч. Ну, опять же, как мы катаемся, если вы катаетесь спокойно, то на дольше хватит, да, когда дольше катаются? Да, хочу сказать, что когда смотрят износ колодок, то надо смотреть внутреннюю колодку. Не наружную, которая удобна, а внутреннюю. Потому что на любом автомобиле внутренне скачивается дельфин. Я понял. Спасибо, спасибо. Слышали, примите, знаете. Колодки просто ставятся. Ну, в обратном порядке, да? Да, все собирается, в обратном порядке. Опускается, ставит, сжимается шпилькой. В принципе, не сложно. Можно самостоятельно колесо вывернуть и все это сделать. Ставим то, что было в магазине. Такие вот колодки у официального дилера LADA. Завели, зажали, скобу вторую одеваем и шпилькой зажимаем, в принципе, и все. Ну, покажи, как это делается. Ну, не так, это просто делается сейчас. Не просто, почему? Он будет прижимать просто? Да, потому что сейчас будет очень... Ну, давай посмотрим. Сможем. Ну, то есть, какое-то определенное усилие, чтобы поджать их надо. Ну, теперь надо совместить. А, и совместить и попало, да? Ясно. Ну, и все. Мы решили все-таки на хвостовике поменять сальник. 0,1, да, Гиль? Да, 0,1. В принципе, меняли недавно. Но почему-то стало опять пропускать. Сейчас заменим, посмотрим. Поменяем сальник. Тут раз мы на герметик его не сажали. Какие мысли. Или с юбки течет, или с резинки течет. Сейчас, смотрите. Взяли. Юбочку. Герметиком намазали. Ну, и запрессуем туда новый. Покатаемся, тоже посмотрим. Вот таким образом запрессовали новый сальник. То есть, у нас получилось, герметик не дашь протекать, наверное, из-под самой юбки. Я поставил метушку. Возьму ключик и подтяну. Очень много. То есть, сейчас мы дожали до метки, а теперь ключом все это дожмем. Самый легкий вариант оценить кардан со шпилек. Вот здесь откручивается, он подается и, в принципе, легко вытаскивается. Проверить уровень масла из-за сальника. То, что сочился, все-таки немножко он раскидало по козову. И уровень у нас, ну, не знаю, грамм 50, да? Там, не больше. Ну, сейчас уровень сделали, долили. Теперь, чем можно идти в бой смело. Установили, чтобы отбалансировать. Здесь мы до конца зажимать не стали. Подвесной подшипник, что он делает? В принципе, Вперед или назад, да? Ну, тут буквально ерунда. На раздатке. На сколько здесь? На 13? На 13. 4 освободили. То есть, заведем на 4-й передаче. На блокировке. А, то есть, дифференциал блокируем, да? Дифференциал блокируем. Где-то 2000-3000, да? Ну, равномерно. Он будет работать. И встанет, как ему нужно. И в тот момент, когда равномерно все будет крутиться, Дмитрий все это затянет. И должно быть все нормально, да? Да. Примерно так. Ну, ладно. Давай все, масло зальем в двигатель. Купил я в метро вот это масло. 10-40 лета. Ну, я обычно езжу, ну, 6-7. Ну, сейчас получилось 8 тысяч километров. Заменим. Что нам? Свечи выкрутим и обязательно посмотрим. Воздушный фильтр заменим. Потому что на последних покатушках воды я, походу, хапнул немножко. Ну, и покажу, какой здесь у меня фильтр стоит усмотрел. Вот это все открою и покажу вам. Так, ну, здесь стука. Ну, или он высох после воды. Саботой. Да, когда же высохнет, но... А, ну, понятно. Ну, я понял, понял. Ну, ладно, все равно новенький-новенький поставим. По направлению. Это уже мы говорили. Есть стрелочка. Ставится вот так. Не так, а вот так, ребята. Свечи стоят с завода. Головка на 21. Давай посмотрим. Слушай, а что это такой зазор, мне кажется, здоровый. Ну, они же выгорают. Ну, да, хотя выгорают. Бриск стоит с завода. А, который я покупаю, что стоит? Не знаешь? Сейчас посмотрим. Ну, в принципе, да? Все как бы по накалу нормально. Серый оттенок. Прошли, ну, посмотрим, тут какие. Так, а здесь... Вот такие идут свечи зажигания. Ну, это, опять же, говорю, купил у официального дилера в магазине. Стоит примерно 500 рублей. Или 600 рублей. Ну, все, свечи выкрутили. Сейчас поставим новую и затянем. Ну, вот, достал я новую свечу. Разница в зазоре, посмотрите, вот за 26 тысяч. Здесь с заводом установлено, здесь побольше. Ну, вот, как видите, 26 тысяч, в принципе, проблем нет. Вам показать фильтр. Ну, вот такую сетку я сделал от крупного мусора. Просто от крупного мусора. Вот фильтр стоит. Но это не ладовский, я не помню. Это акцент салонезинтера. Да, что-то такой акцент. Ну, вот сюда резинки добавил. Ну, по крайней мере, мусор туда уже не летит. Хотя продаются уже на Ниву, пожалуйста. 4 рублей 200, по-моему, стоит. Сюда еще колготки женские натягиваю. И вообще красота. Ну, давай, заводи. Ну, давай, заводи. Это Taся. Ну, два-лайн-салонезинтера. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Итак, друзья, 3 ТО я прошел 27-200 км пробега на моем автомобиле Подытожим по суммам Самое интересное, сколько это все стоит, если вы поедете С учетом того, что масло мое, я привез его Давайте возьмем, округлим полторы тысячи рублей Хотя по акции я брал, что-то 850 рублей, по-моему, масло Ну ладно, возьмем полторы тысячи Все, что я здесь купил, это я купил Фильтр топливный, давайте по ценам сразу У официального дилера сколько стоит, слушайте, фильтр топливный Стоит 403 рубля Комплект тормозных колодок 510 рублей стоит Элемент фильтрующий 280 рублей Кольцо уплотнительное 20 рублей Комплект свечей зажигания 395 рублей Фильтр очистки масла 300 рублей Так, 300 рублей Вот этот фильтр, который не подошел Я взял за 202 рубля То есть на 100 рублей дороже Сальник редуктора заднего моста с пружинкой в сборе 50 рублей Да? То есть на 2000 рублей материалы только я у них купил И работа, и работа Что тут написано? Само ТО 2300 Колодки поменять 720 рублей Фильтр поменять тонкой очистки 112 рублей Свечи поменять 150 рублей Сальник редуктора замена Чего? 1300 рублей Прикиньте Вот, смотрите сами Итого ценник 6700 плюс масло Если у них брать Масло у них 2000 рублей И получается 8500 Ну, короче, 9000 рублей Вот вам Третья ТО У официального дилера Все сделал Для того, чтобы показать вам Чтобы ориентировались В ценах Примерно сколько что Да? Ну, заехал я К товарищу Еще мы Еще мы Оцентрировали Раздатку Кардан Вот В принципе-то Все На этом видео Буду заканчивать ТО 3 Если интересно Было Обязательно Подпишитесь Поставьте лайк Напишите комментарий Что вы думаете Если вы делали В каком-то другом Городе Сколько это у вас стоит Тоже будет интересно Мне почитать Следующее ТО Уже у официального дилера Делать я не буду Буду делать Ну, где-то у знакомых У других Товарищей Уже все будем делать Самостоятельно Все Лайк Подписка Главное, комментарий Давайте, ребята Пока Рад был вас видеть Пока Хочу еще добавить Центровку Раздатки Мы сейчас С вами делали Сейчас я приехал На дачу Прокатнулся По трассе Сейчас вообще Почти Вибрации нету Плюсом того Что стоят У меня бесшумные Рычаги И сейчас Выставили Все правильно Правильно В принципе У автомобиля Вообще Стало комфортно Все Давайте Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok